Вот так вот я к вам обращаюсь, господа, для тех, у кого проблемы с головой, потому что у меня проблемы с головой. Кстати, не только с головой у меня проблемы. Дело в том, что после того, как мне по башке приехало, я достаточно быстро нашел, где мне лечиться. Хотя заезжал в дорогие конторы, в смысле, по интернету я смотрел, и я пришел к выводу, что все-таки Турция. Почему Турция? Потому что Турция дешевле для нас. Вот. Насколько Турция дешевле для нас? Ну вот если брать, к примеру, Германию и Израиль, это в пять раз по цене Турции. То есть мне как-то стало проще. Потом химия там. Химия там, да, стоит денег, но не таких, как в России. Что касаемо России. Недавно узнал, что оказывается мы тут должны наших руководятлов, в смысле тех, кто нами занимается, лечить в российских клиниках. Ну да и бог, чтобы так оно и случилось. Потому что если это не получится, то нашей медицине просто абзац получается. Вот. Сколько у нас это делало раньше стоило? Сейчас расскажу. Вот. Сумма, которую я тратил на себя, это примерно полторы тысячи долларов. Да, ну чуть меньше. Ну полторы тысячи долларов вместе с обследованием. Вот. А вместе с химией, там вообще капец. То есть две, две с половиной тысячи долларов. Вот. Это одна поездка была. Вот. Сейчас посмотрел. Нам, конечно, хорошо. Вот я посмотрел. Тему дал. Тему дал. Это лекарство, которое я пью. Это химия моя. Вот. Она раньше стоила вообще космических денег. Сейчас она стоит, ну, примерно в десять раз дороже, чем в Турции. Еще раз расскажу. Тысячи пятьсот долларов в десять раз дороже. Это получается... В десять раз дороже это получается четыреста пятьдесят тысяч рублей. Но смотрю и вижу, что оказывается цены начали опускаться. То есть видать кто-то кому-то проставил. В свое время, как-то в Турции, да, помните, такая ситуация была. Вот. Я рассказывал, что цена в тридцать раз дороже это совсем нехорошо. И наверняка кто-то из власти мучших посмотрел в мои сюжеты и так и сделал. Я вижу, что хоть цена немножко меняется. Я готов платить денежки, да. Вот как мы денежки платим? За все что угодно. Вот взять, допустим, вот эту штучку, да. Мы платим в два раза дороже, да. Вот. Практически за все мы готовы платить в два раза дороже. И ладно, если бы все это стоило в два раза дороже. То есть вместо тысячи, допустим, трехсот турецких долларов, я бы заплатил бы, ну, допустим, две тысячи. Две тысячи, это было бы нормально, да. Ну, две тысячи, две тысячи шестьсот. Тогда можно было бы никуда не мотаться. Но не получается. И поэтому я не собираюсь даже десять раз переплачивать. И всем говорю, что можно поехать в Турцию. Вот. Вот сегодня и сейчас нас заставляют показывать виды на жительство. И там, если вы купили себе жилье. Так вот, в Турции можно прожить, да. Можно продать здесь квартиру. И этого в обалденном количестве хватит вам на лечение. В том числе и на химию. Вот. Что за моей спиной? За моей спиной вы сейчас увидите то, ради чего я вам показываю этот сюжет. То есть мы вам показываем объекты недвижимости в Турции. Вот. Конечно, есть и Израиль, есть и Германия. Но, понятно, там цены веселые. Вот. Кстати, чтобы поехать в Израиль, можно и не жить в Израиле. А можно жить спокойненько, ну, где-то рядышком в Египте. Допустим, в Табе. То есть съездили, полечились и вернулись. Цена опроса, а об этом в другом сюжете. Вот. Теперь, что касаемо того, как вы мне можете помочь. Ну, у меня очень большое количество друзей. Я никому не обращаюсь. И, по сути, из всех тех, кто бы мог мне помочь, по сумме-то 500 друзей и по 500 рублей мне бы этого вот так хватило бы. Но не получается. А вот год, который я катался, я тратил денежки. И тратил денежки нормальных людей, которые позволили мне это сделать. Сумма, которая была потрачена, там, порядка 600-800 тысяч рублей. Ну, ради того, что я для вас это дело показываю, почему бы и нет. Вот. Не все дали деньги. Вот. Трое человек не дали деньги. У одного там стратегический проект. Но стратегический проект, это все-таки лучше, когда вы денежки даете Челейкину, Алексею. Потому что Челейкин Алексей больше вам что-то покажет, чем остальные стратегические проекты, которые потом, благодаря которым, вас не будет ничего хорошего говорить. Ну, да ладно, не в том что дело. Вот. Хотелось бы, конечно, что-то купить, но не получается. Поэтому, поэтому будем ездить. Будем ждать, в конце концов, нормальных цен. И вы хотели узнать, а я вам сейчас покажу, как можно купить недорогую недвижимость в Турции. Хотелось бы поговорить об онкологии, но об этом после. Я, конечно, не понимаю россиян, прилетающих в Турцию на отдых. На лечение туда прилетать надо. Вот, к примеру, цена за флакон в суставы. Там 3000 рублей, у нас 15 тысяч. Сумма нет, помните? Ну, азитромицин. Там 100 рублей, у нас 500. Это только начало. То есть, там лечиться проще. Проще и дешевле. А понимая то, что мало кто без лечения отправился в мир иной, начинаешь понимать, где лечиться. То есть, по сути, понятно. Там уровень жизни чуть лучше, чем у нас. Но там на продукты вы тратите в 3 раза меньше. Про лечение я вам говорил. То есть, теперь понятно. Пенсию в 10 тысяч рублей дешевле тратить там, где дешевле. И это не Россия. Что касаемо покупок недвижимости. Любой крендель, живущий в однушке, там купит треху. Любой человек, живущий в доме, там купит нормальный дом. Да еще и с остатка на себя хватит. Ну, еще ж пенсия. Так что, горожане, думайте. Так же это может сделать и любой житель села. Беря, к примеру, Миндяк. Там дома в Мультос. Как раз на трешку в Турции хватит. Известная телевизионная реклама гласит. Ну, с канала Евронис, разумеется. Love Cyprus. То есть, и зимой и лето, и весной хорошо, и осенью замечательно. В Турции как хорошо зимой. Да вот так же замечательно. Мы приехали сюда. Это 150 километров от Анталии. Самая южная конечность турецкой территории. Город Каш. И вот здесь, в общем-то, до этого Кипроса недалеко. Вот остров, в принципе, при большом желании до туда можно и сплавать. Но что делают киприоты? Они приезжают сюда. Потому что здесь совершенно дешевые цены. И здесь мне бы хотелось, конечно, уже окончить свою жизнь. Знаете почему? Потому что все 33 удовольствия, как говорится, в одном. То есть, есть место, где мне на радиоуправляемых самолетах полетать. Есть место, где я могу на спортивном своем каре оттянуться. Ну да, если еще бензинчик подешевеет. Вот. Можно же здесь купить недвижимость. Мы сейчас ее вам покажем. Можно здесь просто балдеть и отдыхать. Пить красное вино великолепное местного приготовления. Вот. Можно здесь с параплана прыгать. Это, кстати, место мека, точнее, турецкого полополанилизма. И здесь, пожалуйста, ваша любимая яхта. Ну как, сочли все 33 удовольствия? Вот. Поехали дальше. Посмотрим, что это в действительности из себя представляет. Ну и раз мы про миллионеров говорить будем, то все нормальные товарищи у нас рублевые миллионеры. Конечно, я не совсем понимаю владельцев лизинговых авто. Я бы честно купил себе дом, а не рысачил на стремительно теряющем цену лизинге. Ну да ладно. Теперь про долларовых миллионеров. Ну для того, чтобы понять, все у кого трехэтажный коттедж таковыми и являются. У нас таких много. Вы идите из магнитки на юг и посмотрите. Кстати, для тех, у кого денег очень много, и я возвращаюсь в Российскую империю. Вы поработали на себя или на государство? И на лазурный берег лечить печенку. Ну понятно, на какой лазурный берег. Программа «Дом, милый дом» не только для миллионеров, она и для тех, кто мечтает им стать. Так, стоимость этого дома. Примерно 15 миллионов. Что сюда включено? Во-первых, это полная отделка. Во-вторых, обратите внимание, из чего сделано. Все грамотно. И какие камни? Только из натурального камня. Теперь, вот на заднем плане, вы видите это побережье. Вы думаете, в Турции не умеют строить? Или точнее, умеют строить хуже, чем в Объединенных Арабских Эмиратах? Ровно через год здесь нарежут эллинги. И вот тогда цена вопроса возрастет. А сейчас? Сейчас дом с таким прекрасным видом, с своим собственным бассейном. Вид, из которого я покажу вам чуть позже. С техэтажом общей площадью. В смысле, жилой площадью без техэтажа. Примерно 200 квадратов. Ну, сами думаете. Сами считайте. Здесь есть все. Вся мебель, все стеклопакеты. И все достаточно умно и грамотно. И теперь, как вы все это берете? В России вы, конечно, покупаете дом без отделки. А здесь дома с отделкой. А это 3,5 ляма за фигню из шлакоблоков. 150 квадратов. А все остальное? В такой же дом до отделки еще 3,5 ляма. Ну, а если в Пиндорит мебель, еще столько же. Ну, а если еще и снаружи, и вот тебе пятнарик. А зачем все это делать, когда все это есть? Второй этаж этого замечательного дома включает себя в спальню. Примерно в 16 квадратных метров, как она оборудована. Посмотрите. Двуспальная кровать. Тумба. Здесь стоит еще шкаф. Встроенная мебель, разумеется. Проходим дальше. Еще одна спальня. И здесь есть еще один балкончик. Попрошу вас, господа, посмотрите. Чем плоха эта детская спальня с такой же встроенной мебелью? С двойным стеклопакетом. Хотя зачем он вам, когда здесь температура зимой не опускается ниже 19 градусов? Тоже замечательный вид. И противомоскитная сетка. Все нормально. Идем дальше. Здесь есть еще одна спальня. Ну и, конечно, на каждом этаже есть санузел. Заходим, посмотрим. Да, здесь живут благоверные христиане. И, честно говоря, мне бы так жить. С таким удовольствием по жизни. То есть, ну куда еще больше. Но цена вопрос, конечно, хороша. Полы. Полы из цельного камня. Ну и, разумеется, отдайте зайдем. Вот он, полный санузел. По-моему, здесь не менее 9 квадратов. Что, неплохо? Мне тоже нравится. Конечно, это нравится. А кому бы это не понравилось? Еще раз говорю. Все объекты на сдачу здесь такие же. Теперь про то, из чего все сделано. Если бы я все это делал из таких материалов, то сумма моего ремонта трехи вылетела бы в два раза. То есть, я сделал еврейский евроремонт, экономя на всем. И это полтора ляма. А если бы это сделал, то треха. И площадь 83. А здесь 200. И вот такая фигня. Разумеется, первый этаж нашего любимого дома. За 15 миллионов рублей, кстати, выполнен вот так вот. Еще один санузел. Заметьте, три санузла. Каждый на своем этаже. Здесь есть небольшая такая комнатка. 65 квадратных метров. Полная ерунда, конечно. Двуспальная кровать тоже неинсталирована. Мягкий уголочек, пожалуйста. Опять же, встроена мебель. Она здесь пустует, потому что семья-то небольшая. Два человека всего живет здесь. Ну, разумеется, стеклопакеты. Разумеется, кондиционер. И все. И выходим, и смотрим сюда. Где мы? Где мы? Да в районе, где мы? На южной части государства под названием Турция. Этот бассейн глубиной метр 75. Хотел бы сюда прыгнуть, потому что, ну, просто вот так плавая и наслаждаясь видом потрясающим. Ну, что же это не за жизнь-то такая? Да, жизнь великолепная. В великолепном замке, выполненном в средневековом стиле. Из натурального камня. Ну что, 15 миллионов много это или мало? За полностью сделанный дом, в котором вам не надо ничего доводить до ума. Ну, разве что там еще, в тех этаже, сделать паньку. Да уж, и про цены. Турецкая лира также обесценивается к доллару, как и рубль. То есть, все, по сути, в рублях. И даже мариноваться-то не стоит. Купили то, что рядом с работой, а нужные денежки в нужное место. Косточки греть. Греется все нормально. И на дивную российскую пенсию здесь придется в три раза круче, чем в России. Кстати, если есть мыслят, то, в принципе, а почему бы на пенсии не порысачить и не купить себе корабль, а? Непонятно как, но вот умудряются турки сделать жилище небольшое, снаружи, огромное внутри. И, кстати, это, наверное, пожелание мудрого турецкого правительства сделать так, чтобы ваш дом был в одном архитектурном решении. То есть, натуральный камень и что еще есть здесь? Здесь небольшие улочки и парковки у каждого под свой автомобиль. По-моему, очень удобно. Здесь прекрасно живут ящерицы. Здесь великолепно цветет природа. Что еще надо? Вам надо только приехать сюда, ну, к нашим друзьям. Телефон мы потом вам покажем. Посмотреть, разумеется. Потому как мы специально сделали эту, организовали эту поездку, чтобы вы посмотрели реальную площадь этого дома. Потому как, ну, фото это есть фото, а видео есть видео. Так что, ну, вот первый дом за приличную сумму. Теперь пойдем поищем варианты попроще. И, конечно, понятно, что для того, чтобы вам сюда приехать, мы взяли на прокат машину. Да, сюда из Анталии 200 километров. Да и не каждому дано сюда заехать. Но попробуйте. Здесь живут немцы и англичане. И норма употребления немецкого и английского здесь на уровне. И нету тут и рысаков. То есть, россиян тут нету. То есть, в этой части Турции вы из своих детей получите клевых перцев. Здесь и школы. Ого-гось. Да, понятно, должно быть каждому. Анталия – это лучшая курортная зона. Но и каш. И это совсем круто. Кстати, чтобы вам показать недорогой каш, мы зашли в обыкновенную квартиру. Ну, вот мы входим в то, что стоит не таких больших денег. Всего лишь 4,5 миллиона. Это квартира площадью 100 квадратных метров. Смонтированной железной дверью. С полностью готовой отделкой. Ну, осталось только ваш свет покрасить стены. Только стены покрасить. Никих обоев, ничего не надо. Пол тоже уже готовый. Даже инсталирована базовая конструкция под вашу любимую кухню. Итак, первая комната – входная комната немаленьких размеров. Что дальше? Дальше идем. Поднимаемся по ступенькам. Пожалуйста, санузел с монтированной душевой кабинкой. Раз. И три спальные комнаты. Каждая комната не таких больших размеров, которых они могли достигать, допустим, в индивидуальных домах. Но, как вы говорили, здесь потолки немножко поменьше. Там были 3,20. Здесь 3 метра. И комнаты сами. Комнаты сами. С балкончиком. Со всем монтированным. Комнаты по 15 квадратных метров. Их три штуки. Итого общее количество. Четыре комнаты. Огромный холл. Что вам еще нужно? Вам не надо сюда вкладывать ничего. Просто осталось поставить мебель. Повесить люстры. И все. Квартира готова. То есть стандартная трешка в Ленинском районе. Долой. Немножко добавляем. Пожалуйста. Да, вот такие цены. И цены-то правильные. Там все новое стоит своих денег. То есть там вы платите за нуль. И здесь никто не умирал. Кстати о смерти. Смерть дома это чудо. Здесь смерть. В госпиталях. То есть там где до самого последнего вздоха за вами будет еще и уход. Здесь вообще все по-другому. Да и похороны тоже. Но мы пока не о смерти. В которой все придут своими ногами и босыми. Вы хотите пожить, чтобы вам не пиндолили голову российские бредни. И вот вам такой результат. Причем я просто попросил показать то, что стоит 30 миллионов. Для тех, кто это сделать смог. И вот вам, пожалуйста. Мне бы так жить. Мне бы так жить в доме, где гостиная в двух уровнях. И площадь этой гостиной 100 квадратных метров. Теперь мы расскажем о том, за что здесь платится небольшая сумма. В принципе 26 миллионов рублей. Ну практически это 1 миллион долларов. Как мы уже сказали, эти дома полностью обставлены. Вот такой холодильничек бошевский. Между прочим с функцией подогрева вам обойдется в российских рублях. Ну как минимум тысяч, наверное, в 80. Вот эта кухонька встроенная, да? Такая с искусственным камнем, с керамической электроплитой, с бошевской микроволновкой, с душевым шкафчиком. Вам обойдется, ну я думаю, минимум в 400 тысяч рублей. Дальше кухонный столик вместе со стульями. Еще считаем. Окошечки тут всякие там. Подойдем к мебели. Мебель, кстати, кожаная. Сколько кожаная мебель стоит, я вам говорить не буду. Вы все сами знаете. Так. Впечатляет? Если нет, тут мы еще не поднимались на второй этаж. В смысле не спускались на третий. Один балкончик. И выход на террасу. И на этой террасе тот самый замечательный, сногсшибательный пассейн. Дабы мне так жить. Хочется сильно. Хочется смотреть на солнце и видеть его восход. То, как оно проходит зенит и закат. Да, блин, сильно хочется. Но не хочется, чтобы меня кинули. Конечно, если вы покупаете такую недвижимость, вас не кинут. Но вот некоторых швыряют. И поэтому много контор с продажей недвижимости. Но нужно сдать тех, кто не кинет. Я по сути не хочу никого пиарить. Хотите купить нормальную недвижимость, звоните по моему номеру. 8-952-526-68-65. И уж поверьте, я вас не кину. Надоело мне как-то показывать Турцию бесплатно. Потому как кому объяснишь, что больше 30 фильмов о правильной Турции. И никто мне еще ничего не сделал. Ни недвижимость, ни жилья. То есть теперь и вы должны понять, что турки они такие же, как и мы. Один в один. Но чтобы не раздражать зрителей, я скажу, что незабытые 33 квадрата. Ну не 33 квадрата, а 50 квадратов одна спальня с собственным балкончиком. С таким же балкончиком и еще и с эркером. Примерно 45 квадратов вторая спальня. Сейчас я вам продемонстрирую, сколько здесь места. То есть вот она лестница из полированного камня. Пройдем в небольшую такую комнатку. Пройдемте вместе. Это уже раз, два, три, четыре. Четвертый уровень. Да? Пройдемте, пойдемте. Посмотрим. Тоже в первых глазах. Ничего так, кроватка, да? Сколько здесь места? И здесь мы видим тоже не менее 50 квадратов метров комнаты. Санузел с ванной джакузи, кстати. Не всякая белиберда, а ванна от Вифра. Ну, санузел. Что, плохой санузел что-то? Великолепный. И опять же исключительный вид, открывающийся на остров, греческий остров, до которого здесь, в принципе, вы можете и доплыть. Ну, и проходим. Все разумно, да? Смотрите. Открываем нашу дверку. Так. Присаживаемся с гостями. Отдыхаем, плаваем, наслаждаемся. Как вам? Где-то в Монетогорске есть что-то подобное? Ну, может быть, у кого-то и есть. Ну, я вам скажу так. Вы покупаете недвижимость, вы не должны заморачиваться и ничего переделывать. Вам остается за достаточно большие деньги просто жить. И наслаждаться жизнью. Конечно, мне бы так жить. А может быть, и такое случится. Приеду, покажу и сделаю. Хотя я сейчас должен делать гораздо более чем. И другое. У меня растет сын. И будем бодаться с онкологией и с безумными ценами на лекарства. Потому что я хочу, чтобы у сына было все пучком. А будет у него все зашибок. То и у меня все будет так же. Ну что ж, южнее вряд ли кто из телевизионщиков уральского региона в Турции забирался. Вот мы забрались. Потому что нас здесь ждали. Ну, а мы вам показали, как может выглядеть турецкое капитальное строительство. Здесь вот чуть-чуть не хватает. Но ставите лестницу в углубление. Пожалуйста, спускаетесь и купаетесь. И нас ждут еще порядка 500 ступенек к нашей вилле. За символическую сумму 26 миллионов рублей. Так что же понять-то надо? Я вам в топе показал самые крутые дома. 26 миллионов. Это не сотни тысяч долларов. Это гораздо меньше миллиона долларов. Здесь никто не брендит москалевскими понтами. Здесь и для сочей. И это не так. И вот я по сути показал результат. А теперь уже ваше дело, как жить далее. Хотите жить в нормальной стране с никакой медициной и с никаким пенсионным довольствием? Это Россия. Хотите жить нормально? Это Турция. И уж поверьте мне, я-то точно знаю результат. Ну, чтобы понятно было, да, за улицей уже темно. Мы подняли жалюзи. Жалюзи хорошие, да, турецкие, кстати. Посмотрел, такие жалюзи там есть в местах, где меня лечили. Недешево это было, но тем не менее. Вот. И тут у нас рядышком наступил новый день моего рождения. То есть я три дня рождения праздную. 19 мая – это мой день рождения. 27 марта – это вот после того, как мне сделали операцию. И 27 мая. Так вот, 27 мая. Что это такое? 27 мая – это день, когда российские онкологи мне бы сказали. Все, Леша, до свидания. Рак головного мозга, глиобластома, четвертая степень. То есть 14 месяцев и бай-бай. Но, как видите, и, естественно, я делаю это вместе с моими турецкими онкологами. Потому что я к ним прихожу, и они просто объясняют, что, Леша, надо жить, надо бодаться. И как бодаться? Да просто крыгебка бодаться, понимаете? Потому что есть сын. А сын для меня теперь поважнее, чем что-либо. Что же касаемо тех объектов недвижимости, которые я показал. Да, мы съездили в каш. Да, место недешевое. И место для тех, у кого есть финансы, естественно. Хотя финансы сейчас есть у любого человека. Вот эта моя трехкомнатная квартира, она сейчас практически 100 тысяч долларов стоит. Нормально, да? Такие же денежки есть и у тех, кто живет на селе. Потому что я как-то маме говорил, мама, вы понимаешь, мне денежки нужны были. Ты могла бы менеджерскую квартиру продать. Она мне-то начала втирать, что не более 100 тысяч рублей. А я сейчас втирать не буду, потому что на Авито, посмотрите, там ценники миллиончик. Не люблю, когда меня втирают, понимаете? Мне уже жена не любит, когда я психую. А я не психую. Теперь научился смеяться, понимаете? Над теми, кто мне не помогает. Мы будем смеяться. А потом у вас будут совершенно другие ценники. Что касаемо, значит, операции. Если такая штука и будет. Кстати, всем рекомендую. Потому что, понимаете, как все так клево получается. В Турции, допустим, вы приходите большой-большой толпой. И если вам что-то сказал неправильный онколог, то ваши приятели, ваши родственники могут его просто набить. Чем я рекомендую здесь заниматься? То есть бить вот этих наших онкологов, понимаете? Потому что мне сказали два года и все. Это тогда еще, когда никто не понимал, что у меня не вторая степень, не третья степень, а четвертая. Вот так вот. Ну да ладно. Их переплюнули, и дай бог переплюнем остальных. Вот, стоимость операции. В случае чего это получается 25 тысяч долларов. В Турции. В пять раз больше это, естественно, в Израиле и в Германии. Представляете, да, ценники такие веселенькие. Вот. Я, конечно, понимаю, что и из Германии, и из Израиля, и из Турции также привозят и людей, которые операцию не выдержали. Но если вы выдержали эту операцию, и, значит, в дальнейшем человек вам говорит, что вы можете жить, то почему бы и нет? Вот. Вы, кстати, можете продать дом в поселке любом. Потому что Миндяк это 110 километров от города Магнитогорска. Вот. И вам, в принципе, хватит на самую операцию. Потому что, ну, приедьте, и в крайнем случае потом можно квартиру-то снять. Это недорогое удовольствие. То есть, почему Турция? Потому что рано или поздно вы, в конце концов, станете ее гражданином. Вы поняли, о чем я говорю? Так вот, думайте прежде всего о своем будущем, и о будущем ваших ближайших родственников. Спасибо.